Друзья, программа «Доктор на работе» продолжает эфир. Как всегда, мы задаем ваши вопросы вашим любимым врачам. Обратиться к ним можно по телефону 8 800 707 08 27, а также через телеграм-бот, вопросы, отправленные вами в которые, я читаю здесь на ноутбуке. Пищевод Баррата – это опасное состояние осложнения рефлюксной болезни, которое считается предраковым состоянием. Поэтому, если вы ощущаете изжогу, какое-то жжение в груди, возможно, по симптомам уже следует обращать внимание и обследоваться, и провериться. Сегодня поговорим о том, как правильно лечить пищевод Баррата, чтобы он не переродился в рак, по каким симптомам можно понять, что изжога все-таки это уже показатель сложного состояния, а также узнаем, когда нужно делать операцию, когда нужно делать ее незамедлительно. Об этом поговорим с врачом, гастроэнтерологом, кандидатом медицинских наук, доцентром кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины имени Скайфасовского Сеченского университета Екатериной Дмитриевной Мироновой. Екатерина Дмитриевна, здравствуйте. Добрый день. Давайте определяться сразу, что такое пищевод Баррата, что это за состояние, чем оно характеризуется. Хотелось бы отметить об актуальности данной темы. Пищевод Баррата это жизнеугрожающая ситуация в том плане, что именно при этом состоянии есть высокий риск перерождения в онкологическое состояние. Примерно у одного пациента из 200, у которого был диагностирован пищевод Баррата, в дальнейшем может развиться аденокарцинома пищевода. Именно этого состояния все и боятся при возникновении пищевода Баррата. Ну что же такое пищевод Баррата? Хотелось бы в первую очередь объяснить, что абсолютно вся пищеварительная трубка выстилается эпителем. И в пищеводе эпителем выглядит в виде многослойного плоского эпителия. Но при постоянном хроническом воздействии кислой среды, которая попадает из желудка при возникновении рефлюкса, эпителий начинает трансформироваться, то есть происходит возникновение метаплазии. И вместо типичного многослойного плоского эпителия на этом месте образуются цилиндрические эпители, который свойственен в кишечных отделах. Таким образом, грубо говоря, вместо эпителия пищевода, там появляется эпителий кишечника, потому что он более устойчив в кислой среде. Это все из-за рефлюкса и происходит, что поднимается кислая среда? Да. Основная причина развития пищевода Баррата – это хронический рефлюкс эзофагит. К классическим симптомам рефлюкс эзофагит относят и сжогу, отрыжку, это может быть боль за грудиной, чувство жжения. Но не все пациенты обращают на это внимание. Также стоит обратить внимание, что существуют вне кишечные симптомы рефлюкс эзофагита. Это когда у пациента нет классических симптомов в виде изжоги, отрыжки и так далее, а проявляются совершенно другими симптомами, которые можно спутать с какими-то другими заболеваниями. Например, пациент может обратиться к врачу с хроническим ларингитом, то есть у него будет постоянная боль в области рта-глотки, горла, может возникнуть досиплость голоса. Это связано с тем, что у пациента постоянно происходит заброс кислоты. Также пациент может обратиться к стоматологу. У пациента будет изменение эмали с внутренней стороны, поэтому врач обязательно должен осмотреть полость рта пациента. Здесь же может быть симптоматика, связанная с хроническим кашлем. Пациент может прийти к врачу и сказать о том, что он уже годами ходит по врачам и никак не может вылечить хронический сухой кашель, который его длительный-длительный срок беспокоит. Это все может быть симптоматикой вне пищеводного проявления рефлюкса эзофагита. Состояние это обязательно нужно лечить, это нужно диагностировать. Диагностику рефлюкса эзофагита производят, как правило, эндоскопически. При помощи эндоскопа проникают в пищевод, его осматривают и далее уже осматривают саму манжетку между пищеводом и желудком и смотрят, есть ли рефлюкс, есть ли заброс кислоты. Получается, что очень много разных жалоб могут сводиться как раз таки к этому состоянию. А может ли бессимптомно оно протекать? Сам по себе рефлюкс эзофагит, он, как правило, не протекает бессимптомно. Он либо вот имен с пищеводными или вне пищеводными проявлениями. А вот пищевод Боретта, он уже может быть бессимптомным. То есть где-то в половине процентов случаев он проявляется как рефлюкс и его находят при выполнении эндоскопии. И где-то в половине случаев он вообще может никаким образом и не проявляться и быть обнаружен в принципе случайно при эндоскопическом исследовании. Да, такая ситуация, конечно же, возможна. Екатерина Дмитриевна, у нас есть звонок, давайте ответим на него. Валерия, здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем. Какой у вас вопрос? Здравствуйте. Ну, у меня вопрос, может быть, не совсем по теме, но по теме гастроэнтерологии. Да, задавайте, попробуем. Да, при ФГДС у меня, значит, был поставлен диагноз малоактивный гастрит. И на голодный желудок вот при нажатии в верхних отделах у меня такой небольшой дискомфорт присутствует. Вот что-то, может быть, какие-то по питанию рекомендации дадите мне? Валерия, добрый день. Хотелось бы в первую очередь уточнить, при выполнении гастроскопии выполняли ли вам биопсию, брали ли забор биопсии на хеликобактер пилори, была ли она обнаружена. Потому что гастрит необходимо лечить с точки зрения, это всё-таки хеликобактер ассоциированный или неассоциированный гастрит. Потому что если хеликобактер есть, нужно проводить эрадикацию. Это первое. Второе. Сам по себе гастрит, как правило, не болит. Это морфологический диагноз. Даже если мы с вами начнём брать биоптаты по всему желудку, вы этого чувствовать не будете. Потому что болевых рецепторов там не будет. Боль в области желудка, она связана с синдромом диспепсия. Диспепсия – это чувство распирания, переполнения желудка, это может быть жжение. И лечится это состояние, как правило, прокинетиками. Поэтому скажите, пожалуйста, у вас брали биопсию? Нет, к сожалению. Ну, скорее всего, я так предполагаю, что малоактивный гастрит был вам поставлен на основании визуального осмотра слизистой оболочки желудка. И в данном случае, если вам не делали исследование на хеликобактер пилоре, настоятельно рекомендую выполнить. Если же вы не можете сделать опять гастроскопию, вы можете сделать дыхательный разный тест. Или сдать кал на антиген к хеликобактер пилоре. Таким образом установить, есть хеликобактерная инфекция или нет. Если она есть, провести радикацию. Если же я вам сейчас посоветую принимать ингибиторы протоновой помпы, и они в большом количестве доступны для вас, то я могу вам навредить. Потому что, снижая кислотность желудки, мы можем с вами способствовать более активному размножению хеликобактерной инфекции, если она имеется. Поэтому для того, чтобы грамотно вылечить гастрит, нужно понимать, что это за гастрит. Поэтому сдайте, пожалуйста, анализы на хеликобактерную инфекцию. Спасибо за эту рекомендацию. Тогда уже можно будет назначать лечение, которое не навредит и поможет. Да. Екатерина Дмитриевна, есть вопрос у нас из чата, я его зачитаю сейчас. У меня рефлюксный эзофагит пролеченный, пишет Татьяна. Нет большей жоги, кашля в горизонтальном положении. Появятся ли снова эти симптомы после курса лечения? Есть ли риск пищевода Боретта? Большое спасибо за вопрос. Хотелось бы отметить, что рефлюкс эзофагит – это состояние, которое связано с несостоятельностью сфинктера между пищеводом и желудком, сдерживая содержимое желудка. Это может быть связано с несколькими состояниями у пациента. Это может быть избыточная масса тела. Когда у человека тучный, полный, у него поднимается диафрагма, и тем самым создается функциональный короткий пищевод. Второе состояние, которое может быть связано, это формирование грыжи пищеводного отверстия. Пищевод находится в грудном отделе, а желудок находится под диафрагмой. Но когда отверстие рвется между пищеводом и желудком, желудок начинает гулять. Тем самым создается состояние, при котором формируется хронический рефлюкс эзофагит. Если же пациентке нету данных состояний, у него просто сформировался рефлюкс в силу возраста или в силу неправильного образа жизни, при грамотном лечении симптоматика исчезает. Но сфинктер между желудком и пищеводом уже несостоятельен. Поэтому симптоматика рано или поздно, вероятнее всего, вернется. И здесь уже зависит от вашего образа жизни. Если вы ограничите себя острым, соленым, жареным, если вы не будете употреблять газированные напитки, если же вы не будете ложиться в горизонтальное положение, то есть спать с поднятой головой, то есть подушку нужно поднять выше 45 градусов, чтобы в горизонтальном положении и желудка не происходило затекание содержимого обратно в пищевод и в рот. Никакой физической активности на полный желудок. Крайний прием пищи за 3 часа до сна. И чем более тщательно вы будете соблюдать эти рекомендации, тем на больший срок вы пролонгируете отсутствие этой симптоматики. Тем самым вы отсрочите и развитие воспалительного процесса в пищеводе. Потому что если вы будете бесперебойно принимать ингибиторы протоновой помпы, вы будете гасить все время эту симптоматику, но из-за неправильного образа жизни у вас постоянно будет происходить заброс кислоты. Это состояние и приводит к воспалительному процессу в пищеводе. И именно это состояние приводит к развитию метаплазии, формированию пищевода Боретта. Поэтому если вы провели грамотное лечение, это хорошо, вам остается вести правильный образ жизни по пролонгированию отсутствия вот этой симптоматики. Да, Татьяна, так что питание, сон под 45 градусов получается, отсутствие физической активности на полный желудок, а также нужно за 3 часа, по крайней мере до сна, уже прекращать прием пищи точно. Тогда все будет хорошо, и симптоматика не вернется как можно дольше. Получается так. Екатерина Дмитриевна, а вот пищевод Боретта, он в каких случаях в целом может стать раковой опухолью? В случае, если у пациента имеется пищевод Боретта, и при этом он ничего не делает. Продолжение воспалительного воздействия, продолжение вот именно кислой среды, воздействия кислой среды на метаплазированные клетки может привести к развитию дисплазии. Здесь хотелось бы отметить, что же такое метаплазия и дисплазия. Это два сложных слова. Метаплазия — это когда клетка начинает думать, что она начинает трансформироваться в другую клетку. В данном случае плоский петель становится цилиндрическим кишечным. А дисплазия — это когда функции клетки нарушаются таким образом, что в ней нарушается апоптос. Апоптос — это функция разрушения клетки. То есть происходит генетическая поломка. И именно вот при формировании дисплазии может развиться онкология. Когда диагностируют пищевод Боретта, этот диагноз тоже морфологический, конечно же, производит осмотр пищевода, смотрит, есть ли там эрозии, язвы и так далее. После чего пациенты обязательно лечат эгипетерами протоновой помпы. Никогда не берут биопсию в обострённом состоянии, когда пищевод находится в стадии воспаления. Когда происходит ремиссия, у пациента берут биопсию и обязательно смотрят, что же там происходит с клетками. Это просто метаплазия, которая тоже относится к пищеводу Боретта, или там уже есть дисплазия в высокой или низкой степени. И в зависимости от того, если там дисплазия, и если она есть, то она какая, уже подбирается грамотное лечение пациенту. Потому что если у пациента просто метаплазия, приём гибиторов протоновой помпы, он значительно снизит риск развития дальнейшего прогрессирования заболевания. А вот если у пациента уже дисплазия в высокой степени, здесь уже пойдёт разговор о назначении оперативного вмешательства, потому что пациент находится в очень высокой зоне риска развития антенокарцинома. И этим состоянием зачастую даже могут заниматься онкологи. То есть это в некотором смысле два разных состояния. Метаплазия, дисплазия. То есть это либо превращение в кишечные эпители, либо это поломка генетическая. Давайте об этом чуть позже поговорим подробнее. А сейчас у нас звонок есть от Надежды. Надежда, добрый день. Какой у вас вопрос? Доктор вас слушает. Задавайте, пожалуйста. Здравствуйте. В общем, у меня такой вопрос. Дочке 33 года. И вот она в последнее время жалуется, что у неё комок в пищеводе. Вы меня слышите, да? Да, конечно. Вот, значит, комок в пищеводе показывает, значит, рукой, ну, где вот шея, грудь. Вот посредине, это пищевод. И вот она говорит, значит, она очень любит чай с мятой. Она очень много пила по весне этого чая. И говорит, у меня от мяты сфинктер. Вот сфинктер, правильно я называю? Отслаб, как бы. И вот теперь получается. И сжоги у неё нет. Но вот такое впечатление, что ей хочется вот как ребёнку отрыгнуть вот этим воздухом. А ей это не получается. Вот понимаете, вот такое состояние. Это я вам просто вот объясняю на пальцах. И она боится этого ФГДС. Я её, конечно, посылаю. Мы всей семьёй её туда загоняем. Она боится очень ФГДС. Но что нам делать? Это же неизбежно. ФГДС нужно пройти, чтобы понять, увидеть картину, что там. Большое спасибо за вопрос. Та симптоматика, которую вы описываете, она может быть при нескольких заболеваниях. Это может быть и изофага спазм, когда спазмируется пищевод при каком-то эмоциональном стрессе. Это может быть и дивертикулит, это может быть ещё что-то. В любом случае нужно выполнять гастроскопию. Потому что для того, чтобы оценить именно клетки пищевода, для того, чтобы понять, что происходит в пищеводе, нужно выполнить именно гастроскопию. Ещё существует такой метод, как рентгенологическое исследование с баррием, когда пациент выпивает барий и уже выполняет рентгенологическое исследование, и видно сам пищевод. Таким образом можно увидеть, если там дивертикул, или, может быть, что-то суживает извне сам пищевод. Но для того, чтобы оценить наличие воспалительного процесса, для того, чтобы подтвердить то, что у сфинктера расслаблен, или несостоятельность манжетки существует, нужно выполнить именно гастроскопию. На данный момент гастроскопия представлена во многих вариантах, в том числе можно выполнить её под наркозом. Совсем не обязательно её выполнять в состоянии стояния. Можно выполнить её под наркозом, и пациент совершенно не будет ничего чувствовать и помнить. Поэтому настоятельно рекомендую вам взять свою дочку и сходить на гастроскопию. Да, Надежда, передайте ей, что это не так страшно. На самом деле, в гастроскопии есть разные варианты. И, на самом деле, чем раньше это будет сделано, тем больше позитива дальше в лечении. Тем раньше будет выявлен диагноз. Да, диагноз, и лечение будет уже адекватно ему установлено. Давайте продолжим разговор касаемо лечения. Какие есть варианты лечения в целом? Ну, классический вариант лечения, с чего все начинают, это, конечно же, медикаментозная терапия. Используют антоциды, ингибиторы протоновой помпы, прокинетики. У всех у них немножко разная направленность действия, но всё это направлено на то, чтобы снизить кислотность, нормализовать её и увеличить перистатику в желудке, чтобы пища из желудка как можно быстрее эвакуировалась в 12-перстную кишку. Таким образом создаётся состояние для того, чтобы как можно меньше кислоты попадало в пищевод. В случае, если же у пациента уже достаточно сильно прогрессирующее заболевание, если у пациента уже формируется дисплазия, особенно если это высокой степени дисплазия, то уже идёт разговор об оперативном вмешательстве. Также многим пациентам выполняют ПА-шметрию, то есть специальный датчик устанавливают и оценивают, как часто у пациента происходит рефлюкс в пищевод. В том числе можно выполнить манометрию. Манометрия – это оценка именно сократительной функции органов, что может поспособствовать дальнейшему выполнению фунтапликации. Фунтапликация – это оперативное вмешательство на манжетке для того, чтобы не было заброса из желудка в пищевод. В любом случае, все эти процедуры манипуляции и терапевтическое лечение направлены на остановку прогрессирования заболевания. Потому что если пациент ничего не будет делать, заболевание будет только лишь прогрессировать. К большому сожалению, полностью вылечить пищевод Боретта невозможно. Если уже возникла метаплазия, да, можно какими-то, и в том числе оперативными вмешательствами, частично побороть, частично замедлить процесс, но это состояние уже, оно имеется, и уже с этим ничего не поделать. Это мы поняли. Хорошо. Давайте на еще один звонок ответим. Нам звонит Татьяна. Татьяна, мы вас слышим. Здравствуйте. Какой у вас вопрос? Здравствуйте. Это вы ко мне, Татьяна Олеговна? Татьяна Олеговна, будьте добры. Доктор вас слушает. Задавайте свои вопросы. Ага, ага. Здравствуйте. Уважаемый доктор, вот я очень прошу вас ответить на такой вопрос, он для меня очень важен. Я по поводу дочки. Она делала ФГДС. Вот. И, значит, вот послушайте, что тут написано. Недолго я. Верхний третий пищевода два участка гетеротопии слизистой красного цвета, расположены напротив друг друга диаметром 0,3 и 0,5 сантиметра с регулярным поверхностным рисунком. Вот. Это что такое? Вот вкратце можете объяснить? Ага. Скажите, пожалуйста. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а какая-то симптоматика есть у вашей дочки? Может быть, она на что-то жалуется? Ну, она у меня жалуется где-то в плане вот 12 перс на кишка, вот это, но не на пищевод. То есть у нее и сжоги, и отрыжки, нет? Ну, у нее отрыжка иногда бывает, но, мне кажется, она у кого-то не бывает. Я поняла. В данной ситуации у пациентки, вероятнее всего, рефлюкозофагит в виде эрозивной формы. Это когда при длительном хроническом воздействии кислоты происходит постепенное-постепенное развитие воспалительного процесса с развитием эрозии в пищеводе. Состояние, именно это состояние в дальнейшем может привести к развитию пищевода Боретта. Хочу напомнить, что пищевод Боретта ставится только на основании биопсии. Нужно найти клетки метаплазированные или уже с наличием дисплазии. Здесь, вероятнее всего, я так предполагаю, что в конце, когда выставлялся диагноз, было написано рефлюкозофагит в виде эрозивной формы. Вероятнее всего это так. В данном случае вашей дочке нужно принимать ингибиторы протоновой помпы. И в дальнейшем, уже после того, как она пропьет курс, нужно будет повторно выполнить гастроскопию. И если там останутся воспалительные участки, которые увидит эндоскопист, уже нужно будет подумать о выполнении биопсии. Татьяна Олеговна, пожалуйста, передайте такие наставления, такие рекомендации врача своей дочке. И будем надеяться, что и лечение, и дальше жизнь, все будет хорошо у вас, и качество жизни не пострадает. Екатерина Дмитриевна, я хочу вас спросить о методах лечения эндоскопических. Вот криодеструкция, лазерная абляция. Вот для меня человек, который к этому заболеванию не имеет отношение, слова новые, честно вам скажу, когда я готовился к эфиру. Расскажите, чем они отличаются, эти методы, да? Какие еще есть методы, может быть? Ну, те методы, которые вы назвали, это все направлено на нивелирование и устранение клеток метаплазии, которые возникли уже в пищеводе. Кстати говоря, пищевод Боретто считается при наличии более 1 см метаплазированных клеток. Вот если нашли 1 см участок в виде 1 см метаплазированных клеток, то значит это пищевод Боретто. Если меньше? Если меньше, то это еще ставится вопрос, он ли это. И в выполнении хирургического вмешательства рассматривается в случае наличия дисплазии. Если же у пациента дисплазия в высокой степени, выполняется в принципе оперативное вмешательство по сечению участка пищевода с метаплазией и дисплазией. Таким образом радикально решают проблему для устранения дальнейшего развития аденокарцинома. Если же у пациента есть метаплазия и дисплазия низкой степени, опять же по рекомендациям эндоскописта, врача-хирурга, который это будет выполнять, возможно выполнение коголопатии для того, чтобы устранить определенные участки метаплазии. Также возможно выполнение фунтопликации для того, чтобы снизить заброс кислоты из желудка в пищевод, тем самым убрать ту самую воспалительную среду, которая в дальнейшем приводит к прогрессированию заболевания. Но оперативные вмешательства, они всегда поддерживаются терапевтической медикаментозной терапией, потому что без ингибиторов протоновой помпы пищевод Боретта уже как бы не существует, невозможно лечить. Это я понял. Мы успеваем еще ответить на вопрос из чата, давайте я его зачитаю. Пишет нам Ирина. На днях сделали гастро и колоноскопию под наркозом. Там все хорошо. Рефлекс не удалось проверить из-за наркоза. Весной лечила хеликобактер, повторный анализ, все отлично. Запоры всю жизнь, сейчас пью макрогол, стул нормально на нем. Беспокоит отрыжки воздухом очень часто вне зависимости от пищи. Прокинетики помогали? Не полностью, но лучше было. Но их нельзя регулярно. Вопрос. Как избавиться от отрыжки? В первую очередь мне хотелось бы подметить, что у пациентки есть запоры и отрыжка. Я так предполагаю, что в данном случае у пациентки с синдромом раздраженного кишечника, который идет в перекрест с синдромом диспепсии. Такое бывает очень часто. Эти оба диагноза являются диагнозами исключения. Исключение, что обозначает, что у данной пациентки нет органических патологий. Ей выполнили колоноскопию. Причин для развития запоров органических не имеется. Запоры присутствуют, вероятнее всего, это СРК. Ей выполнили гастроскопию. Хеликобактер была пролечена ранее, а симптоматика сохраняется. При этом нет органической патологии в пищеводе, в желудке. Вероятнее всего, это именно тот самый синдром диспепсии. Чаще всего пациенты с синдромом раздраженного кишечника и с функциональной диспепсией желудка, они имеют очень эмоционально подвижную психику. Это переживательные люди, это люди, которые все время о себе заботятся, переживают. В данном случае нужно назначение прокинетиков и рассмотрение вопроса о том, чтобы снизить эмоциональную подвижность. Спасибо большое, Екатерина Дмитриевна. Я думаю, что часть переживаний всех наших телезрителей вы помогли унять своими рекомендациями, советами и четкими пожеланиями, что необходимо делать, в каких случаях. Дорогие друзья, тема нашего получаса подошла к концу. Мы желаем вам здоровья и встретимся через пару минут, чтобы продолжить эфир программы «Доктор на работе». Редактор субтитров А.Семкин